Я живу под Нижним Новгородом. Так, наткнулся на заметку моего земляка, подвое для абрикоса и персика в нашем регионе. У нас постоянно бывают зимние оттепели, которые страшнее мороза. Это заметка сама, он презентировал специалиста. Именно во время этих оттепелей происходит выплевание корневой шейки саженца на многих других подвоях. А, ну это часть, видимо, статьи. Терновник же, видимо, давно адаптировался и не выплевает. То есть, автор, на который он ссылается, привает на терт. Несколько лет назад попробовал привать на маньчжорский абрикос. Увы, все саженцы погибли. Это автор заметки. То есть, не автор письма, а тот такого ссылается. Начинают садоводобыча, говорят, замерзли. И, может быть, для Сибири маньчжорский абрикоса годится, как хороший подворь. Так. Но там, где случается зимний оттепель, он не годится. Совершенно верно. Фактически, он маньчжорский абрикос для вот этой средней полосы России приговорил. Вот. И теперь уже сам автор письма мне пишет. Выдержит для маньчжорский абрикоса и миниотипередача региона, если он выращен по вашей методике искусства. Ну, это, допустим, у меня такое было уже не раз, когда мне этот вопрос задавали уже таких, не, не, наверное, за всю жизнь несколько сотен человек. Я все время говорю, приглашайте к себе, поселите меня у себя, кормите 20 лет, через 20 лет я вам точно сделаю абрикос, который не боится зимних оттепелей. Вот такая горькая правда. Если бы этим бы настоящим занимались, а мы это с вами проходили, мы бы только путем отбора могли бы найти абрикосы, которые не просыпаются в зимние оттепели. И не чисто маньчжорский абрикос, друзья. То есть, смотрите, я не это, нисколько не спорю с этим товарищем, на кого он ссылается, да, не спорю. Тут все правда, это горькая правда. Но маньчжорские абрикосы у меня, помните, ой, опять же не догадался, на ладони держал, вы видели, что двух одинаковых нет. И что интересно, это они как бы, по размеру остаются такие же, 20-25 грамм, а по костикам, а я-то у них уже научился различать, это вылитая фаина, мини-фаина, это королевский, а он же из Франции, а там же, сами знаете, там зимой в футбол играется, там то зима, то лето, то снег, то дождь, то мороз ударит, а абрикосы они едят. И вот получается, будущее, я уж так коротко, я столько раз говорил, мы, наверное, уже устали меня слушать на эту тему, не маньчжорский абрикос, а гибрид с культурными, это могут быть и эти самые, где высокая влажность в Приморье, это могут быть и европейские, где тоже, юг Европы, это тоже самое влажность, плюс-то-минус, вот, футбол на газонах, прям зимой, то есть в трусах, поняли, да, ну, всякий случай, я разместил здесь фотографию терновника, терна, так скажем, вот, абрикос, конечно, обгоняет, конечно, опасная эта вещь, конечно, нужно специально прививать, там, допустим, но это не тема сегодняшняя, то есть можно на него привить, с некоторыми, так сказать, уточнениями, но можно, вот он терн, а абрикос брать теперь только как, вот этот жердель, она безымянная, тысячи лет, ну, хотя бы сотни лет, когда-то она и на Украине появилась, когда-то была голая степь с половцами, вот, какие там сады, а, все-таки, десятки, сотни поколений без прививок, достаточно вкусные плоды, и Херсонская область зимой слякость, сырость, то дождь, то снег, то дождь, то снег, снег, правда, реже, туман стоит, туман, туман, сырой туман, и сырости не боится, и оттепель не боится, ну, в Сибири, а что ему в Сибири-то, у нас оттепель реже, вот он, допустим, его надо пробовать, вот его, от эти санкции, помните, которые жег Сергей, никому не нужные, вот, а вы спрашиваете, на что плевать, ну, юг-югом, ну, он уже сроднился вегетативно, с манджурцем, подвозьем, привит на манджурец, так, и плюс, вот тебе академик Дальнего Востока, вот тебе Королевский, справа, с этого, с Францией, ну, и что, думаете, плоды остались, чисто, дикими, такими, нет, вот, другое дело, что никому не надо, вот, видите, тут несколько, вот это место, растет, вот, несколько саженцев, самосев, сами поднялись, я их не косил, вот так и сейчас до сих пор, в скольких вебинарах я их показывал, хоть один написал, хочу, Сергей уже последние по 200 рублей предлагал, и никто ничего не покупает, вот, а самосев это самое лучшее из лучших, это как элита, то, что взошло само, и уже не кипит, и топором ты уже не вырубишь, опять вылезет, вот такая история, то есть, получается такая картинка, что выпривание, видите, тут как, вот, он именно упор сделал на выпривание, корню шейки, совершенно верно, но мы с вами говорили, а если бы, вот, где-то по всей европейской России бы забыли про эти ямки, которым, вот, эти доктора учат, да, наук, вот, уже бы выпривание, уже даже у абрикосов было бы меньше, и шансов было бы больше, понимаете, о чем речь идет, то есть, здесь все до кучи, и вырастет из косточки, опять абрикос-то хочется, даже манжурский абрикос, он уже не дикарь, он уже полукультурный, и опять же, косточку закопал, ах, выпривает, он ее не сразу выпривает, у него получается, корневая шейка под землей, когда вот так вот ученые учат, вспоминайте эти самые, вот так, да, она под землей, все это сгнивает, ну, не сразу, ну, сухие года, может быть, это самое, не самое сухое место, где садится, но через несколько лет, раз, смотрите, в основании штамба сгнила, а при ванне, корневая шейка, а виноват, оказывается, в данном случае человек, который даже не знает, что косточку нельзя глубоко закапывать, вот этот момент, тут правильный автор, вот ссылка делает, плюс еще то, что посреди зимы оно проснется, а потом легкий мороз убьет эти же цветочные почки, вот, видите, сколько всего собралось, ну, и понятно, что если любимое занятие, то уничтожать деревья с помощью обрезки, сколько я читал, вот эта фраза, они ее переписывают, эти люди невежественные, но почему-то с погонами, и друг у друга, абрикос нуждается в обрезке, он прямо, ну, не может, вот он растет, нет его, он нуждается, я все время думал, зачем мне они его режут, он и так жидковатенький, у него из-за морозов, из-за этих самых отипов, у него, прежде всего, часть посидимы, это он становится такой голенастый, противный голенастый, смотришь, метр нет веток, потом ветки, потом опять метр веток нет, когда их мало пишут, режьте, чтобы распушились, если он нормально растет, такой более-менее пушистый, нет, надо их обрезать, чтобы воробей пролит, в общем, идиотов хватает, и вот, получается, я все это наговорил, и говорю, допустим, что я могу сказать конкретному человеку, где он-то делся у меня, вот, а, кстати, а где его имя, ну, ладно, короче говоря, я его имя не записал, или где-то в другом месте, нет, нет, ну, в общем, я вот этому товарищу безымянному, что хочу сказать, берете, смотрите сюда, вот, и избегаете ошибок, я вынужден, давно я не показывал эту даму, милая женщина, сколько она, как сказать, она своими руками убила все три мои абрикосы, прямо вот она, знаете как, вот растет себе, растет, это майна, здесь прекрасно, это тот самый оранжевый край, я его так называл, да, вот, Константинович приезжает, я приехал, я говорю, что вы натворили, она меня подвела к этому абрикосу, их три, вот, естественно, я вот причину сразу нашел, она брала это, мульсировала, милая, как вы, дачная фея, как вы, сколько от вас вреда, это я перехожу к 21 век, 20-й год, 19-й год, вы царите на первом канале, на телеканале Бобер, вы скольких уже передачах показали, как гноить деревья, кто вас остановит, а? это идет с тех времен, вот эта девушка, женщина, которая купила у меня саженцы и убила их, она их читала, не вас, но вас тоже их учили, и тот, кто вам дает сценарий, говорит, зубрите, вы же кандидаты только около этих самых, не садовых наук, а около садовых, вот, и вот она все сделала, чтобы сгноить, знаете, как удобно, все время сыро, небольшое углубление, это самое, трава, под травой, значит, все гниет, один убила, а она еще не знает, я тут же говорю, разгребайте срочно, поздно, вот эти прекрасные абрикосы, вот эти вот, чудо абрикосы, она тоже сгноила, и гноит их, и до сих пор, и благодаря этим феям, вред страшный, ну, вот этой параллельной реальности, мы знаем правду, мы знаем истину, но у нас нет выхода в свет, против моего журнала, это самое, а ну-ка, 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 где-то тут, приказ, а нет, вот же, а там помните, я представил журнале, а вот она, вот она, представил вашу статью, моя прекрасная дача, а у них миллионная аудитория, а у этой Поливкиной, которая убивает деревья, рассказывает, как уничтожать деревья, 23 этих самых, миллиона просмотров, а у нас тут сколько, человек 30-40, ну, еще через неделю будет 300, все, ребята, помогайте, 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 и вот что получается, я не мог, ну, готовился к передаче, не мог я не удержаться, не показать, посмотрите, что делают люди, милая женщина, она не ведает, что, ну, рос бы этот абрикос, тут еще склон есть, вы не видите склона, это склон к речке, тут речка рядом, вот, идеальное место для абрикосов, вот, поселок Майна, поселок Красный Хутор, поселок этот самый, их тут немного у нас, на расстоянии 30 километров, ну, 40, это может абрикосами кормить, не только всю Сибирь, всю Россию, вот все творится, ребята, вот посмотрите, как обидно, ведь видите за ней, вот это вот, ведь она же это специально сделала, чтобы, ну, вот, просто ничего не делать, уже плюс огромный, а если еще, место хорошее, вот, и теперь, посмотрите, вот, выпривание корневой шейки, я уверен, что, все правильно написано, подписываюсь, тут же я рядом свою фамилию готов поставить, но, в большинстве случаев, это выпривание искусственное, понимаете, друзья, искусственное, и говорить, что это место должно быть сухое, это святое, вот это место, это абрикос, эта фотография для будущего, еще раз говорю, хрестоматии, или как ее назвать, монографии, при одних и тех же условиях, кусочки абрикосовые, или всходят, вот она, возле этого зайдет, вот это может туда идет, или сгнили, при одних и тех же условиях, поняли, так вот, гибрид манджурского абрикоса, а это, ребята, вот это вот, на акцент на этом дело, обращаю ваше, гибриды, вот этот, возможно, с украинским, возможно, с приморским, возможно, с французским гибрид, и не сгнило, вот так, это будущее, хотите, начинайте вы, мой безымянный друг, а потом приходит, зима, это май месяц, а под бутылкой, сухо, и ничего не выплевает, и вот с этого момента, если нам удается, первый год жизни, вот это вот сухость удержать, первый год жизни, это скажется на всей его жизни, потому что, стоит чуть подопреть, и вот уже сок не пошел, и вот уже, ах, замерз, помните, там слово было, якобы замерзает, правильно написал тут автор, корневая шейка подгнивает, и замерзает, ну все, возвращаться не буду, вот, как умею рассказывать, главное, это вот, начало, начал, это касается, и сеянца, и принятого, еще, 급о, дальше, сухо, вот, и, Продолжение следует...